Когда-то песни под гитару звучали чуть ли не в каждом дворе. Молодежь собиралась вместе, пела популярные и авторские песни. Сейчас редко можно услышать гитарные переборы на улице. Только если это не городской фестиваль дворовой песни «Двурики». Конкурс проходит в Уфе уже 17-й раз. Главное условие – песни обязательно должны звучать под гитару. Участникам фестиваля подпевала Алина Гребешкова. Автостоянка, стройка, урожи и старый пруд. Очень много их-то дач, их все время жгут, лужи, которые не сохнут. Тимур Валяхметов – самый юный участник фестиваля «Дворики». На гитаре восьмилетнему мальчику подыгрывает мама. Юлия является постоянным участником фестиваля бардовской песни, а сегодня решила поддержать сына. Перед выступлением они еще раз повторяют песню, на всякий случай. Но волнения юный музыкант не испытывает. Я уже много раз был на выступлениях, теперь не волнуюсь. А мама волнуется? Ну, немножко, да. Мы только с этого года с Тимуром выступаем в таком направлении. Сами не ожидали, что вроде так выстрелит, получится хорошо. Единственное условие этого фестиваля – то есть тут дети поют в принципе все. Начиная, значит, с песен собственного сочинения, начиная там с каких-то песен, которые поют в пионерских лагерях, и заканчивая, ну, вот они поют и рок, и блюз, и на иностранных языках. Словом, все то, что звучит, в общем-то, во дворе. Единственное условие – это все это звучит под гитару. Счастья так мало, осталось во мне, засыпай. Наталья и Анжела Яковлева не только исполняют популярные шлягеры, но и сами пишут песни. С гитарой сестры расстаются редко. Как только выдается свободная минутка, устраивают дома мини-концерты. В фестивале «Дворики» девушки участвуют уже не первый год, а в этот раз получили гран-при конкурса. Мне нравится фестиваль, он на улице, он летний, тут все поют классные песни. Очень душевные люди и атмосфера. Фестиваль дворовой песни «Дворики» появился в Уфе 17 лет назад. По традиции он приурочен ко Дню защиты детей. Ребята, которые у нас сидят в дворах, играют на гитарах, они могут выразить себя на нашем фестивале, а это очень важно, потому что если человек занимается профессионально, то он участвует в таких конкурсах профессиональных, а здесь, ребят, любой может поучаствовать. В этом году в фестивале приняли участие около 30 уфимских музыкантов в возрасте от 8 до 20 лет. Уровень мастерства у участников разный. Кто-то только недавно начал учиться игре на гитаре, другие уже являются победителями музыкальных конкурсов. Но самое главное – это дружеская атмосфера и, конечно, песни, которые участники поют вместе со зрителями. Алина Гребешкова, Эльдар Каюмов, Городской телеканал ЮТВ.